В здании с более чем с полувековой историей в 116-й Самарской школе сейчас учатся 773 школьника. Своими учениками и педагогическим составом учебное заведение особенно гордится. Проблема по утверждению родителей одна – длительное отсутствие ремонта. С просьбой о помощи члена родительского комитета обратились к главе Самары Елене Лапушкиной и депутату Государственной думы Александру Хинштейну. При осмотре здания мэр города и депутат обратили внимание на протечки потолка и подтекания на стенах. По итогам визита в школу было принято решение выделить средства на ремонт кровли за счет экономии бюджета. В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация. Школа железнодорожного района, знаю ее очень давно и, конечно, благодарю Александру Евсеевичу и родителей, которые сделали замечание на содержание школы. Кабинеты сами учебные, находятся в удовлетворительном состоянии, и видно, что за ними ухаживают, что их ремонтируют. Но остаются проблемы по спортивному залу, остаются вопросы по коридорам. Понятно, что сразу охватить разом невозможно все существующие проблемы и беды, но вместе с властями города мы будем это делать. Помимо ремонта кровли в 116-й школе обновят спортивный зал и коридор. Финансирование всех работ будет заложено в бюджет 2022 года. Приведут в порядок и построенную в 1936 году 39-ю школу города. В настоящее время здесь учатся 256 школьников. С жалобами на аварийное состояние здания к Елене Лапушкиной и Александру Хинштейну также обратились родители учеников. В ходе осмотра школы были выявлены разрушения кирпичной кладки, отслоения штукатурного слоя и следы протечек на потолке в одном из классов, в котором сейчас по понятным причинам уроки не проводят. Департамент образования уже подготовил проектно-сметную документацию на ремонт кровли и устранение протечек. И заложили ремонт двух кабинетов, тоже они просчитаны. Причем эти кабинеты по цифровой образовательной среде, значит, мы полностью сделаем ремонт и оснащаем мебель. Кроме общеобразовательных учреждений Самары, глава города и депутат посетили Центр помощи женщинам «Ты не одна». Здесь оказывают социальную поддержку мамам с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Центр нуждается в дополнительном финансировании и помещениях. Ежедневно он принимает все больше людей. Сейчас здесь проживает 43 человека. Места хватает не всем. Министерством социально-демографической политики области было предложено распространить грантовую поддержку не только на оплату или компенсацию аренды помещений, но и на текущие коммунальные платежи. Это важно, потому что социальный центр существует только за счет пожертвований и выполняет очень важную миссию. И понятно, что ежемесячно платить по 70 тысяч рублей за коммуналку им практически нереально. После объезда глава города и депутат провели встречи с руководством и родителями воспитанников детского сада 337. Некоторое время назад между родителями возникли разногласия по образовательной программе, действующей в саду. Они коснулись взаимоотношений с заведующей дошкольным учреждением. Так как детский сад посещает дети разных национальностей, администрации города предложено рассмотреть вопрос о предоставлении саду отдельного помещения, которое будут посещать дети, чьи родители хотят обучать их пожелаемой образовательной программе. Развивать программу, о которой сегодня было много сказано, уже не в муниципальном детском саду, а в частном детском саду. Глава города Елена Лапушкина поручила департаменту образования совместно с департаментом имущества найти подходящее для этих целей здание. Ольга Павлова, Николай Епифанов, Константин Головин. События.